ребят всем привет перед началом видеоролика хотел бы я вам рассказать вкратце о ситуации видео видео ролики которые вы будете смотреть прогуливаясь по набережной в санкт-петербурге в калининском районе возле центра бенуа я услышал происходил какой-то концерт и очень громко в районе двух кварталов то точно было было слышно о том что там происходит какой-то концерт какое-то мероприятие идет вот я решил пойти посмотреть зашел на территорию бенуа соответственно там парк бенуа есть в калининском районе вот и беспрепятственно я прошел на территорию все вот прогуливаясь по парку слушая звук да откуда он идет я иду туда и дохожу до этого до этой площадке где проходит мероприятие ну соответственно не было никаких ограждений не было в принципе ничего такого чтобы человека любого человека могло могли приду могло предупреждать о том что это закрытое мероприятие например да там идет просто иду по дорожке соответственно да и стоят два столика посреди дороги и сидят какие-то молодые люди все в принципе дальше вы уже сможете увидеть все происходящее видеоролики он правда небольшой но смотрим и пишем комментарии ставим лайки кому понравилось всем удачи я уже пожалуйста тут съемка видео запрещена я на вас на виду тоже камень давайте что-то посвободите что я журналист я не трогаю тебя я не трогаю тебя да да не удивляйтесь не уйти а у детей ты начал ты хоть не первый дядя петя ты дурак ты профессиональный ты про меня потерял какое уважение я подошел нормально сказал мероприятие закрытое да что ты черт побери такое несешь покиньте помещение вы сейчас ведете себя доверие не уважите можно убрать вот это можно бумажку вы дайте бумажку можно сфотографировать ваш документ а можно у вас документ сфотографировать нет вы хотите пройти серьезно да тогда вы можете не ругаться я не понимаю кто этот человек и он хочет зайти человек журналист конечно так и что а что вы держите давайте я тоже буду держать камеру держу что у тебя такое человек снимает ну она мне запрещает я не запрещаю а что ты сейчас сделала ты это вы уважительно себе ведете сейчас ты мне сейчас только запрещала профессора этих действий я вам не тыкаю я вас не знаю а я тебе не тыкал вы можете уважить а где ты подчеркнул а тебе это не а тебе это вы, значит, говорите не тыкайте когда видео будешь посмотреть свое посмотрите что ты первый начал мне тыкать ей тыкать это первый да, серьезно я сначала на вы обращался я подошел и начал обращаться на вы спокойно вы начали доказывать свои права что вы профессиональный кто-то там куда-то хотите пойти здесь что-то еще то Я не сказал, что я сфотографирую. Я это говорю, не перебивай, пожалуйста. Я первый говорю, ты меня перебиваешь. Мы сейчас стоим разговариваем. Я тебе объясняю. Ты меня послушай, пожалуйста. Не надо мне говорить на вы. Как это? Ну, представьтесь, пожалуйста. Можно вас сфотографировать? Будьте блогу, пожалуйста. Это для общего, это же бейдж. Вы как журналисты, вы же представляете, кто вы выживаете. Конечно. Ну, кто? Можно посмотреть? Посмотреть можно. Все? Будьте добрычь. Посмотрели, вы сказали посмотреть. Играть сейчас будем или что? Я не играю. Ну, как вас зовут? Дайте я прочитаю. Кирилл зовут. Вас зовут Яковлев Кирилл Викторович. Судебный корреспондент. Росдержава. СМИ Росдержава. Средство массовой информации. А что за судебный корреспондент? С чем связано? А вот. Судебный корреспондент. Это очень серьезная организация. Серьезная организация. Конституционный суд. Конституционный суд. Есть еще журналисты судебных. Не, я понимаю, я понимаю. Мы сейчас с вами, ну... Что вы понимали, у нас нет конфликта, да? Я подошел. Вот конфликт с ним уже. Вот с ней конфликт. Ну, вы подошли, видимо, как-то надо было по-другому общаться. Я по-другому общался. Покажите мне бумажку. Запрет о том, что это закрытое мероприятие. Здесь идет корпоративное мероприятие. Ну, покажите мне бумажку. Нет. Вы хотите просто... Запрет? Она мне запрещает. Вы пройти хотите просто туда выйти? Конечно. Пройти по всему парку, погулять. Ну, пойдемте. Я один буду гулять без вас, без сопровождения. Она мне не нужна. Если я потребуюсь, я потребуюсь ваших услугам. Согласны, что вы не мешали людям? Согласны, что вы не мешали людям? А я людям не мешать не буду. Хорошо. Не-не, не надо сопровождать. Я сам разберусь, что нужно делать. Я тоже сам разберусь, что мне делать. Он просто провоцирует. Он прямо стоит и провоцирует. Ты провоцируешь стоишь. А ты провоцируемый? В данный момент, да. Понимаешь? Дело в том, что ты стоишь и конечно стрессоустойчивый. Тебя не должно начать это волновать. Молодой человек, очень умный, всем перетыкал, всех спровоцировал на конфликт. А ты почувствовал себя, что тыкнули? Вот, конечно. Впрочем, я не знаю, что-то он пришел снимать. Его нельзя фортить, его нельзя снимать. Бейджик его нельзя трогать. Но он все снимает, он хочет получить мероприятие. Конечно, нельзя. Это мой бэджик. Как ты можешь тронуть мой бэджик? Особенно журналиста. Бэджик тронуть. Они мне запрещают это дело. Вон та девушка запрещает снимать. Я стою в стороне, ты стоишь кричит. Это мне будет Путин. Понятно? Нет. Мне Конституция запрещает. Чуть-чуть грубее, говори. Что дальше? Что дальше? А что вы там сужили? Ты поплыл с Аликореспондентом? Что дальше? Поплыл? Что дальше? Ты поплыл, спрашиваю. Поговорите со мной. Расскажите, у нас корпоративное мероприятие, здесь сотрудники. А вы не будете... Какую бумажку? Ну, а что бы это запрещено пройти, если даже... Нет, я просто понимаю, я просто хотела спросить, как вы будете решать вопросы с тем, что, по идее, у человека надо спрашивать в алкоголке с тем, чтобы вы его снимали. А цель у вас какая? Просто погулять по парку здесь. Это же парк, правильно? Общественный. Ну, конечно. Ну, просто тогда вы снимаете, только надо понимать, что человек может быть против того. Смотрите, как вас зовут? Маша. Маша, Мария. Меня зовут Кирилл. Да я вижу. Мне позволяет об этом Конституция, 29-я статья. Да, я понимаю. Я просто вам говорю, вы просто готовьтесь... 152-я статья отложен. Все, идите к тому, что люди могут не захотеть, чтобы вы снимали. Вот и все. Пожалуйста. Они могут уйти с кадрами, все их никто не будет. Просто все. Объясните девушке, что нельзя запрещать общественную видеосъемку. Она на работе. Они же дальше на работе. Все знают, что... Я гуляю на работе, осуществляю общественную деятельность. Все, идите гуляйте. Все. Не надо за мной смотреть. Мне не нужно ваше наблюдение. Я тоже сам разберусь. Понятно? Не подскажите, а где Мария, которая со мной общалась? Она, наверное, уже уехала. А как ваша организация называется? Которая вот это мероприятие сейчас осуществляет. С, 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 С. Вы же видите, все написано. Итак, вашему вниманию представляется фотос. Я хочу от вас услышать. Ставьте поближнее. Я же сейчас представитель данной организации. Правильно? Ты чего так разговариваешь, слышишь? Спокойно разговаривают. Смотрите, ты так вот стоишь на меня. Сфотографируйте, поаплодируйте участника. Пожалуйста. Ты что, не можешь ответить? Хорошо, все. Девочки, девочки, а можете подсказать, как называется организация, которая сейчас осуществляет мероприятие? Вы можете подойти и к девушке на голову кричали и спросить. Девушка, которая в голубой толстовке, с которой вы разговариваете, можете вы у нее все уточнить? А где ее искать? Я же не знаю. Это вот здесь вот на самом деле. Мария, говорят, уехала уже. Мы не знаем, что... Молодой человек вообще сказать ничего не может. Вот этот. Смотрите, мы здесь вот просто сражаем гостей. Я просто спрашиваю. Я просто спрашиваю. Все, больше ничего. Нет, я ничего не говорю. Я просто не могу вам... Потому что этот молодой человек вообще ничего не может сказать. Что он здесь делает, я не знаю. В таком плане разбирает большие человека. Я просто спросили. У вас и глаза есть. Я у тебя хочу узнать. А я хочу у тебя узнать, как оно называется. Сложное слово. Ты посмотри. Ну ты посмотри, скажи. Скажи. Ты посмотри. То есть ты не можешь. Ты посмотри. Ты слепой? Все, ты. Создание. Слушайте, как это реально депутатное мероприятие называется? Ну, все вот это. Ну, смотрите. Я сейчас объясню ситуацию, как я сюда попала, чтобы ко мне вопросов не было. Хорошо. Мне написать, да? Ален, можешь выйти, пожалуйста, встречать гостей? Да, хорошо. А тут приходите вы. А что за мероприятие? Мне объяснили, что это корпоратив. Вот, не экстерапия. Выходи гулять. Выходи, да? Для компании. Для определенной компании. Ну, она должна быть подректина, а сейчас мы там помещение. Ну, вы же понимаете, что вы просто говорите, что вы... Вы же говорите, да, тревочки. Понимаете, тревочки? Не такие поработать. Я-то потом скажу, что у нас здесь. Да, мы же тут при чем? Да, мы же тут при чем? Хорошо, они будут стояться при чем. Да, вы нам просто высказали, мы вам сказали, да. Мы же не знаем при чем. А вы как бы... Я бы уже заюлась. Хорошо, пожалуйста. То есть, соответственно, смотрите, друзья. Если вы где-то увидели такое подобного рода мероприятие, и вам какие-то неизвестные лица преградили путь для вашего прохода, да, соответственно, по парку, то вы можете смело, в принципе, ничего не доказывать им об этом, да. Вот. И можете просто пройти, потому что это общественное место. Оно открыто для пользования людей, соответственно, где могут люди гулять. Вот. И вам никто не имеет права запретить для того, чтобы пройти туда. Вот. Если это закрытое мероприятие, оно должно проходить в закрытом помещении для доступа людей. Вот это считается закрытое мероприятие. Вот. Если оно находится в открытом доступе, это открытое мероприятие, и туда может пройти любой человек беспрепятственно. Поэтому пользуйтесь, ребята. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok